Продолжаем, дорогие друзья. Второй поток. Небесная Грация. Юниорки, финал. Многоборья Полина Тарасова. Каролина Тарасова. Каролина, прошу прощения, конечно же, представляет Небесную Грацию. Донецк. Донецкая Народная Республика. Первый предмет. И вот так вот открывает она второй поток соревнований. Это тоже не так просто. Выступать первый. Очень выросла гимнастка за эти вот. Последний раз вот так вот, да, на большом старте видели в Пекине. Правда, ты еще комментировала Небесную Грацию совсем недавно. Каролина там выступала, правильно? В Минске. Да, и в Минске очень здорово она, кстати говоря, себя проявила. Завоевала там золотую медаль, по-моему, даже не одну. И, кстати говоря, по итогам вот соревнований в Минске Небесная Грация отобралась в команду уже на Игры Брикс в составе команды Небесной Грации. В составе какой-то международной ассоциации. Да, да. Ну вот я что хочу отметить, что я последний раз в живую Каролину видела в декабре. И могу сказать, что она очень прогрессирует, очень выросла спортсменка. Не только в росте, но и в классе. Мы это тоже отмечали как раз на выступлениях ее в Минске. Самое главное справиться ей с эмоциями. Очень эмоциональная спортсменка. Ну, хорошее начало. Ну, молодец, молодец. Хорошее начало. Евгения Елисеева здесь с Елизаветой Черновой выводят в Каролину. И тренер нынешний тоже Евгения Елисеева. Тренировалась изначально у Розы Тутовой. Екатерина Белова, хореограф-постановщик. Очень яркая спортсменка, красивая. Она, конечно, разъединяется. Она хорошо смотрится. И если справляется со своими эмоциями, то выступает хорошо. Ну, и по выражению лица видно, что, конечно, очень старательная такая, прямо трудолюбивая девочка. Хорошее начало. Надя Конопья у нас сейчас представительница Казахстана. Ее также тренирует Лола Адилбекова, о которой я уже говорила, тренер Миланы Парафиловой. На Миланы один из лидеров сборной Казахстана, среди сеньоров. Надю, мы тоже не первый раз с тобой видим. Также нам знакома эта спортсменка. И тоже могу отметить, она выросла за эти полгода. Видна большая работа тренера и гимнастки в тандеме. Вот мяч, опять мяч, и опять чувственная какая-то композиция. ТОЖЕ НЕПЛОХОЕ НАЧАЛО. Да, тоже неплохо, но опять-таки я хочу отметить, конечно же, насколько портит, когда гимнастка ловит мяч в две руки, насколько это портит само упражнение. Вот сам образ сразу как-то для меня рушится сразу. То есть, конечно же, надо всегда пытаться ловить мяч в одну руку, вытянутую, рука натянутая. Конечно же, это важно. Ну вот я, честно говоря, ни разу такого не заметил. Может быть, это просто еще моим непрофессиональным взглядом ходочной гимнастики. Безусловно, Яна все это переживала сама, она знает это как никто. И все сразу бросается в глаза. Дорогие друзья, сейчас у нас Регина Галимова, представительница России. Но и промежуточные результаты, которые были буквально на мгновение на ваших экранах. Лада Супрун пока лидирует. Сумма баллов после четырех видов 121,2. Англофира Маржухина, вторая на 2,5 балла отстает от Лады Супрун. И Варвара Баранова, третья, тоже с отрывом примерно на 2 балла от второго места. Ориентир пока. Третья позиция 115,8. Вот, собственно, по итогам четырех видов совсем скоро уже узнаем, кто станет абсолютной чемпионкой Евгения Кап-24 среди юниорок. Да, ну и также сразу у нас сегодня мы не только определим победительницу многоборья, но и всех призеров в отдельных видах программы у юниоров. Так что сегодня у нас впереди пять награждений нас ожидает. Да, здесь в один день все определяется у юниорок. Синьорки будут финалы в отдельных видах разыгрывать уже завтра. Да, сегодня определится победительница многоборья, но награждение произойдет также завтра. Да, об этом еще будем говорить. Программа у нас немаленькая. Времени предостаточно. Закончила свое упражнение Регина Галимова. Но очень неплохо, ярко. Закончила свое упражнение Регина Галимова. Аглая Трибутен. На ковре с лентой. Кстати, из Сербии. Родом из Москвы, кстати говоря. В Сербии также впервые участвуют у нас на турнире Евгения Кап. Прислали большую команду сюда. В том числе в команде Сербии чемпионки своих стран. Что среди юниоров, что среди сеньоров. То есть лучшие номера. Приехала сильнейшая команда, да. Это почетно. Безусловно. Ну вот интересно, кстати говоря, послужной список у Аглая. Здесь кубок Ирины Делиано в 22-м году. Первое место она занимала. Сан-Марина в 22-м году также. В 22-м году у нее был такой достаточно насыщенный. И вот что интересно, мисс Валентина Эстония. Да, да, да. Второе место. Да, мисс Валентайн, да. В Эстонии проходит ежегодное соревнование. Проходят они именно праздник Святого Валентина. Да, и поэтому все время там помимо основных призов разыгрываются еще так называемые мисс турниры, да. Мисс Валентайн, да. То есть она получается вице-мисс. Вице-мисс, да. А вот я сказал про Ирину Делянову. Это очень известная румынская гимнастка, победительница и призер многих соревнований. Выступала еще в 80-е, начало 90-х годов. Еще до меня, скажем так, вот я вот смотрела форумы, да, на какие-то у нас случилось чему-то новому. Яркая была спортсменка. Ну, интересно, конечно, да. Сейчас она возглавляет федерацию сборной Румынии по художественной гимнастике. Ну, и Ульяна Янус, на мой взгляд, это явный претендент на победу среди юниорок. Совсем недавно в Москве проходил второй этап Кубок сильнейший, где Ульяна стала победительницей. Я обогнала Николе Реморачин-Диас, свою основную конкурентку. Представительница Омской области Вера Ефремовна Штельбаумс, Марина Борисовна Дрост, ее тренируют. Очень сильная спортсменка. Тоже выступала совсем недавно в Минске на Небесной Грации. Здесь тоже ей пришлось, я так понимаю, достаточно быстро переключиться на международные правила после Небесной Грации. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Потрясающе! Какое завершение! Потрясающе, да. Ну и хочется отметить, о, вот, Вера Ефремовна вроде довольна. Не совсем было понятно, а уже уходила. Я могу точно сказать, что выполнила она блестяще. Мало этого, один занимательный и очень важный факт. Вот у Ульяны, по правилам у юниоров, можно делать четыре риска. Как бы, если ты делаешь пятый, он не идет в зачет. Он не нужен никому. Да, классно, прекрасно, но он не засчитывается. Так вот, у Ульяна, вот этот вот последний риск, это ее идет пятый по счету. Он не засчитывается, но, тем не менее, она все равно его делает, чтобы закончить на такой великолепной, эффектной ноте, зная, что он не засчитывается, но, тем не менее, она рискует, делает очень сложный риск и делает его. То есть спортсменка, помимо того, что она успевает сделать все, что нужно, она еще делает дополнительный риск. Это просто, ну, уникальная девочка. Но, может быть, это еще и связано с тем, что по ней по разным правилам выступает тоже? Нет, она всегда так делает, и не по разным, по любым правилам. Вот она настолько шустрая, быстрая, настолько все технично правильно делает, что даже в упражнении некоторые спортсменки не успевают все сделать, вот те самые 15 обязательных элементов мастерства, а она все это успевает еще и делать дополнительно. Настоящий талант, который, в принципе, сейчас демонстрирует тоже еще одна омская гимнастка Милена Букина. Да, сейчас она тренируется в Москве под руководством Марины Николаевой, которая сидит и судит сейчас свою спортсменку. Это не первая ее гимнастка, которую она судит. Ну, Милена молодец. С красивыми линиями, красивые ноги, фактурная спортсменка очень. Да, хорошее выступление было, изящное. Упражнение с мячом. Ну, и на площадку сейчас у нас выходит Арина Ковшова, представительница Новосибирска, но тренируется она сейчас в Новогорске, и тренирует ее Женя Канаева. И вот сейчас, дорогие зрители Эмин, если ты посмотришь, ты увидишь, вот тех гимнасток, которые тренируют Женя, у них также свой особый почерк. Интересные находки, уникальные элементы, оригинальности. Ну, вот же они. Да. Сразу видно все, вот невооруженным взглядом. Даже что гимнастка другая, уже вот со своим стилем особенным. И, конечно же, это вот большая заслуга Жени, которая также была неповторимая. И она старается своим гимнасткам, конечно же, дать что-то интересное, необычное, оригинальное. Всегда они выделяются. Ну, Женя, в общем-то, и сама очень стильная, во-первых, гимнастка. И только в гимнастике, и вообще в жизни современная девушка. Поэтому я думаю, что здесь другого исхода просто быть не могло. Что, каков турнир стильный, красивый, весь такой яркий, такая же, как и Женя, такие же гимнастки. Все это подчеркивает абсолютно логично. Арина была четвертой. Сейчас на втором этапе Кубка сильнейших. То есть она входит в лидирующую четверку. Всегда она в лидерах. Вот выводила ее Екатерина Дементьева, Кирилл Баркан. Это хореограф. И Екатерина Дементьева вообще хореограф-постановщик. Именно программа Арины. Ну, вместе они работают в тандеме с Женей Канаевой, естественно. Потому что Женя принимает везде участие, везде успевает. И даже в постановках, само собой. И Алия Санна с советской выводила Арину. Это тренер Лалы Крамаренко, личный тренер ее. Да, кстати. Большая команда. Лала Крамаренко, к сожалению, не выступит на этом турнире. Здесь она была заявлена об состоянии здоровья. Решила все-таки пропустить. Да, впереди игры Брикс. И я думаю, что ей нужно время на восстановление. Ну, Арина молодец. Умница. Очень сложная программа. Технично насыщенная вся. Много сложностей, оригинальностей. И она справилась. Молодец, Арина. Все в ожидании оценки. Так, ну и, в общем-то, дорогие друзья, на ваших экранах сейчас промежуточные результаты после выступления гимнасток второго потока. Надя Канапия лидирует. Ну, ждем оценку, конечно, сейчас. Последняя участница и Маса Николич. Да, даже она Маша, получается. Маша Николич, а именно вот про нее я и говорила, что она чемпионка своей страны среди юниоров. Ах, начинается сразу с потери. Вот я заметил, как будто у многих гимнасток здесь только выход, и сразу в начале упражнения как будто завязывается лента. Ой-ой-ой, какой завал. Пал с поворота. Это очень грубая ошибка, конечно. Ну, это падение практически. Я Мустафа. Вот такое вот музыкальное сопровождение. Да, интересное. Оригинальное, да. Тут, конечно, вот такую музыку и упражнения подобрать, вообще составить достаточно сложно, мне кажется. Особенно с лентой. Не знаю, может быть, конечно, я не прав и ошибаюсь в своих суждениях, но с булавами, мне кажется, было бы гораздо интереснее. Но, тем не менее, к сожалению, не удались выступления у Маши, у Массы. Да, я бы Масса, ты думаешь Масса? Мне прям хочется назвать Машей. К сожалению, да, начало не сдалось, но впереди еще три упражнения, и мы надеемся все-таки, что спортсменка справится и не будет упускать больше таких ошибок. Честно говоря, много прям было очень потерь, и завал такой. Как-то после такого еще оправиться надо психологически. Дальше вот действительно три вида еще. Ну, у нас идет следующая еще одна представительница Азербайджана, Шамс Муафаги. Тоже новая гимнастка. Да, Азербайджан впервые принимает участие в турнире Евгения Кап. Ну, уже тоже, смотрите, как здорово его присловит, в принципе. В составе сборная команды юниорская, азербайджанская, лета 60-го года рождения. Сама Шамс. 14 лет ей всего. Ну, здесь всем по 14-15 лет, поэтому, в принципе, на возраст мы здесь не ориентируемся. Но, конечно, мы все равно видим, есть разница в классе между, допустим, российскими спортсменками и представительницей Азербайджана. Конечно, много работать еще нужно. И очень хорошо, что спортсменка приехала на такой турнир и здесь видит таких блестящих гимнасток, как, например, Ульяна Янус выступает вместе с ней на одной площадке. И я думаю, она запомнит это. Ну, важно тоже, да, посмотреть на лидеров, мировых лидеров тоже, да, художественной гимнастики. Ульяна Янус пока лидирует 32,9. Причем, достаточно серьезный результат. Яна как-то и говорила ранее, как будто бы все идет на первое место. Но раньше времени не будем заявлять. Еще впереди у нас три вида. Пока продолжается первая ротация. Да, ну и представительница Небесной Грации, Лада Яковлева у нас сейчас на площадке. Также она представляет и Москву. Субтитры создавал DimaTorzok Тренируется Лада сейчас у Елизаветы Черновой. Она как раз-таки стоит вот рядом с выходом, смотрит на выступление. Ранее тренировалась у Белугины Натальи вместе с Петровой Ольгой. Да, Белугины Наталья нам хорошо знакомы. Это один из постановщиков фестиваля Алина. Ну а также сейчас она тренирует представительницу Кыргызстана Селя Рапову. Вообще и хороший тренер, и постановщик. Замечательная в прошлом гимнастка. Неблохое выступление Лады Яковлевой, дорогие друзья. Сейчас небольшую паузу сделаем и возвращаемся. Расследование Лады Яковлевой, Россия, Невестная Грация, Волгоградская область, Плежбатка, Канана, Аркадинка, Росфинфедерация. Оценка Масса-Никлещ, 20-90-52. Масса-Никлещ, 4-20, 1.95. Оценка Масса-Никлещ, 20-90, 1.95. Оценка Масса-Никлещ, 20-90, 1.95. Анна Вакуленко, еще одна представительница Небесной Грации, Волгоград. И вот Лиза Чернова, как раз-таки с Чебурашкой. Это тоже талисман определенный. Выводят здесь вместе с Евгением Елисеевой всех гимнастов Небесной Грации, Академия, Международная Академия Алины Кабаевой. Тренирует Анна Ирина Тюба. К сожалению, в конце вот была маленькая потеря. Но гимнастка, конечно же, хочу отметить. Очень красивая, фактурная, длинноногая. У нас идеальная фигура для художественной гимнастики, конечно. Ну и с хорошими данными. Обратите внимание, как шпагат и прыгает. Мне кажется, я такого не наблюдал. Еще здесь прям очень такой серьезный минусовой градус. А вот здесь, пожалуй, небольшая потеря была все-таки, к сожалению. Две были такие вот небольшие потери. Недовольна, да, спортсменка. Ну вот сразу видно, да, по гимнастке, она раньше занималась балетом. Мы видим, насколько она, да, хореографична, насколько сейчас балет ей помогает в гимнастике. Прямо она, как она смотрится на площадке, как она все делает. Это совершенно уже по-другому. Пока у нас Ульяна Янус продолжает лидировать. Арина Ковшова вторая, Милена Букина третья. Дальше потом идет достаточно серьезный разрыв от первой тройки. У нас впереди еще остается заключительная гимнастка в первой ротации. Это Ксения Савинова. Еще одна представительница, четвертая представительница Международной Академии Небесная Грация. Город Гатчина. Ну и вот, пожалуй, это такая главная зажигалочка всей команды Небесная Грация. Сейчас сами убедитесь в этом, дорогие друзья. Сейчас будет настоящий спектакль. По-другому Ксюша не умеет. Из пяти участниц Небесной Грации, кстати говоря, прошу прощения, ну и пошла дискотека. Здесь особенно с лентой. Музыка. 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 Но ловит, ловит, молодец, пока все такие риски. Вообще сложно сидеть просто так. Тут точно никто равнодушным не остается. Обратите внимание, чуть-чуть совсем не успела. Ну-ну-ну, здесь уже такой раз фокус пошел, как будто слегка. Точно невозможно было равнодушным остаться. Тут и улыбка, и все прямо привлекало к ее выступлениям. Но концовку жалко. Вот опять-таки, вот такие сложные вещи вначале сделала. А вот эта первая ошибка, которую мы увидели, это просто ни на чем. Я уверена, что вот она будет... Я уверена, что на тренировках даже не возникает такого. Вот просто вот расслабила внимание, да, потеряла концентрацию. Ну, а дальше уже, конечно, здесь уже пошло-поехало. Ну, ничего-ничего. Каролина Тарасова, Донецкая Народная Республика, Небесная Грация. Второе упражнение. Обруч сделала очень достойно. КОНЕЦ Вместе с ней здесь тоже работает Евгения Елисеева, тренер Каролины. Ну, что ж, очень достойно. Я просто вчера присутствовала на... Опробовании. Опробовании. И, честно говоря, боялась за Каролину, потому что вчера у нее не получалось ничего. Но я могу вот отметить, опять, тут у меня сглазит, что всегда, когда на опробовании, у меня так было всегда, что когда на опробовании ничего не получалось. Все из рук падало, кошмар. Просто хоть в соревнования снимайся, на следующий день выступаешь так классно. И думаешь, ну, вот как вот так вот бывает. Или наоборот, опробование чисто идеально, а на следующий день на соревнованиях вдруг откуда-то вылезает непонятно, откуда эти потери, ошибки, как так могло произойти. Так что вот у нас существует такая привета, причем не только у меня. Потом я общалась с гимнастками, говорю, ой-ой-ой, опробование, как что-то не получилось. Они говорят, хорошо, не получилось, хорошо, значит, завтра все получится. Так они, может быть, и специально по этому и так на опробовании и тренируются. Но это, кстати говоря, я согласен абсолютно явно здесь. И в спортивной гимнастике у нас примерно так же все было. Потому что можно, конечно, объяснить это, наверное, больше психологически, что если на опробовании получается, ты понимаешь, где какие ошибки сразу вылезают. И уже в таком состоянии стресса и мобилизации на соревнованиях все-таки больше концентрируешься, чтобы не допустить этого. Я могу это как бы с этой точки зрения объяснить. Конечно, все это на ощущениях для гимнасток, безусловно. Надя Конопья у нас из Казахстана, город Шимкент. Своё второе упражнение делает спортсменка. Пока все идет довольно неплохо. Ну и видно, что тоже она выбирает для своих выступлений восточную музыку все-таки. Восток дело тонкое. Такое его нужно подчеркивать везде. Регина Галимова у нас на площадке. Город набережной Челны. Ну просто горцует. Через сцену, на ковер. Какой полупалец. Еще одна шахризада. Немного в другой обработке. Ах. Неожиданно. Все-таки это салма. Но начало было как шахризада. КОНЕЦ 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 Незасчитан будет риск. Гимнастка только сделала одно шине. Надо было сделать минимум два. КОНЕЦ Ну молодец. Я не знаю, понимает ли она сейчас, что как раз-таки ей не засчитают этого. Все-таки с хорошей эмоцией. И завершает выступление. Ну и в целом как будто бы не сильно расстроилась. Это с одной стороны тоже очень хорошо. Да. Но самое главное не потеряла. Потому что, конечно же, самая грубая ошибка это потеря. В начале? Да. В начале была ошибка. Да. Я имею в виду вот этот риск, да, скажем так, стоило его спасти. Пусть он не пойдет в зачет. Но стоило его спасти, чтобы не совершить потери. Хорошо. Так в замедленном повторе прямо режиссер поймали. Но было видно, что могла дотянуться. Такое ощущение, как будто она почувствовала и казалось, что, наверное, прям в руку висит. Ну опять-таки, вот до конца надо дотерпеть, до конца вот эта концентрация внимания, да. Кажется, что вот уже вот палочка в руке, сколько раз я это проходила. И вот, вот она, вот. Она даже уже падала в руку и почему-то потом раз... Отбивалась от нее. Отбивается, да, от руки и падает на ковер. И ты не понимаешь, как такое возможно. Но потом, конечно же, анализируешь. И только думаешь о том, что вот надо концентрироваться на каждый, каждый даже элементик, маленький шажочек. Нельзя расслаблять внимание свое. Маленькие юные гимнастки здесь болеют тоже за своих кумиров. Приятно видеть молодое поколение на трибунах. Агла Трипутен вновь возвращается на гимнастический ковер, представительница Сербии. Упражнение с обручем. Все постановки ставит хореограф Борислава Дюрих. Борислава Дюрих. Борислава Дюрих. Борислава Дюрих. Борислава Дюрих. Борислава Дюрих. Звучит музыка. Звучит музыка. Такие смазаны. Серьезная, очень жесткая музыка такая. Конечно, под нее, казалось бы, концентрация должна быть просто фантастическая. Ну и, конечно, явно, судя по концовке, не так она должна была закончить упражнение. Но за каждую лишнюю секунду, конечно, делается сбавка. Поэтому очень часто гимнастки заканчивают в странных, скажем так, позах. Ну здесь, я думаю, что да, наверное, больше таких вошедок у нее будет. Как сказать, не общих по программе композиции, там, если закончила после музыкального сопровождения и так далее, а вот во время, там, именно упражнений тела, трудности тела. Итак, Ульяна Янус. Поступает перед родной публикой. Идеально было выполнен поворот. Серия поворотов. Так, Вера Ефремовна тоже танцует. Танцует лампаду вместе с Ульяной. Да, все в порядке, значит, идет. Здесь особенно после того приема, когда она подбросила, и в момент падения меча еще, и потом в колесе грудью отбить. Это, конечно, просто... Я сейчас пытаюсь это описать словами и устал, честно говоря, сам. А то, что девочки это показывают, просто феноменально. Потрясающая серия прыжков. Идеальная форма. Ну, вообще не придраться просто. Чисто внешне мне эта гимнастка очень напоминает Иру Чащину. Еще одну нашу легендарную спортсменку, также Амичку. Также воспитанница Веры Ефремовны Штельбаумс. Ну, молодец, Ульяна. Умница. Не подвела своего тренера, и себя тоже. Ну, и дома, конечно, да, выступила уже второй раз. Вторая программа, блестящая. Улыбается. Вот, все. Наконец-то. Мы теперь спокойны, Вера Ефремовна. Улыбается, значит, все в порядке. Соревнования в Омске продолжаются на хорошей ноте. И Женя, наверное, Канаева сейчас сама тоже вздохнула полной грудью. Милена Букина у нас на площадке. Мечтает стать чемпионкой мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много сложных элементов, вещей делает Милена. Насыщенная программа у нее. Тоже прекрасно смотрится на площадке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы любили гимнастику всей душой. Конечно, Милена отдается полностью. Это видно сразу. Молодец. Анжела Пискарева выводит сейчас на площадку всех гимнасток, которые тренируются у Марины Николаевой. Потому что Марина Николаева судит в данный момент. И попросила тренера Диана Чубанихина вывести своих спортсменок. А вот по ощущениям, если вот так взять, Яна, если твой тренер, например, сидит в твоей судьбе коллегии, проще выступать или сложнее, наоборот? Ну, мне кажется, что из-за того, что Марина Николаева, мне кажется, чаще судит, чем выводит, то есть гимнастки уже к этому привыкли. И я думаю, что им нормально. Мне кажется, будет странно, если вдруг сейчас Марина будет выводить. Мне кажется, гимнастка не поймет. И наоборот, будет какой-то дисбаланс. А сейчас, смотрите, как все идеально складывается. То есть они уже, в принципе, привыкли, что... Я думаю, что да. Зачувствую, что они не выводят. Там больше всегда, так как Марина Николаева очень востребованный судья, то, конечно же, она больше проводит время там, скажем так, за судейским столом. Арина Ковшова у нас упражнения с лентой выполняет. Еще раз скажем, да, что тренирует ее Женя Канаева в Новогорске сейчас. Вот это был фирменный элемент Иры Чащиной, который делает только она. И вот Арина сейчас повторила его, ну, с некоторыми помарочками, но тем не менее, такой элемент делает сборная России только она. Ну и вот эти все вращения шпагати, конечно, просто фантастические какие-то элементы. И вот она одна из немногих, я заметил, которая показывает именно вращение, длительные вращения. Амплитудные очень прыжки, эмоциональная спортсменка. Неплохо. Давайте посмотрим, подождем ее оценку, сейчас на небольшую паузу пока прервемся и вернемся к следующей части. Это отсутка. Помоги! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маса Николич Упражнение с обручем Музыкальное сопровождение, конечно, интересное Такое прямо очень танцевальное, оригинальное Но такую музыку надо динамику показывать достаточно высокую Пытается это делать Николич, но уже в самом начале Несколько ошибок таких приличных допустило Да, не хватает скорости этой спортсменки Ты абсолютно прав Ну, потому что, да, ставя такую музыку для упражнения Надо понимать, что все-таки тут соответствовать необходимо Да, вот если бы ты сейчас был судьей по артистике Ты бы точно, я думаю, понизил Я могу только судьей по артистике быть На самом деле это оценка Очень субъективная Понятное дело Больше, наверное, какое-то предпочтение Когда отдаешь что-либо гимнасту Достаточно эмоций А другая судья скажет, а мне нет А мне нет, да Да, это самая такая субъективная оценка, конечно Которая вот так или иначе все равно влияет на общую оценку тоже Помимо трудностей тела, предмета, насколько я понимаю Так что с этим тоже приходится считаться На ковре у нас еще раз представительница Азербайджана Шамс Муафаги Пока, конечно, видно, что мастерства еще, может быть, где-то не хватает Надо еще потренироваться Но уже показывает тоже Неплохие элементы Хорошее музыкальное, кстати говоря, сопровождение Да, это, по-моему, из кинофильма Величайший шоумен Да, так и есть Да, великое шоу Величайшее шоу Но Это достаточно сильная, конечно, музыка Вот такое здесь Программа с мячом Хорошо, да Но все-таки Вот эту вот экспрессию показывать Нужна Ну, все это придет с опытом Безусловно Безусловно Да, сейчас, конечно, спортсменка еще юная И она не может до конца прочувствовать, да, эту композицию Она такая, да, композиция такая Шерохая Размашистая Здесь, конечно, нужно Нужно по-другому, да, конечно Но, опять-таки, обязательно дорастет спортсменка Конечно, принято в основном Для таких юниоров Берут музыку что-то более танцевальное Вот ламбада, ча-ча-ча, что-то такое Такие вот грандиозные, да, не побоюсь этого слова, да, композиции такие вот большие Стараются больше сеньорам взять Когда уже ты дойдешь, да, до понимания, что это за музыка Да, чтобы уже было понимание Действительно, я согласен абсолютно Ее нужно прочувствовать И вот эти все чувства показать еще, наверное, все-таки юниоркам, наверное, тяжеловато бывает Но, тем не менее, и очень важно увидеть себя со стороны здесь Здесь есть шанс, я думаю, тоже Если потом будет смотреть трансляцию Увидит наверняка Тоже ошибки свои обратить внимание Исправит И в следующий раз уже будет совершенно точно лучше Это тоже важно Лада Яковлева Москва, небесная грация Спортсменке 14 лет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, достаточно уверенно выступила спортсменка Без крупных ошибок Да, без крупных ошибок Но как будто бы сама не очень довольна своим выступлением Мне показалось, конечно, в один момент Какой-то слегка недовытянутые руки Недовытянутые ноги Вот у некоторых элементов было Опять же, это чисто субъективное мнение Анна Вакуленко Еще одна представительница небесной грации Представляет еще и город Волгоград Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, и, конечно, тут, несмотря на то, что это упражнение с лентой Но насколько чувственная под Майкла Джексона Так, позиция земля Фантастика просто Очень талантливая спортсменка, красивая И года три назад она прям занимала лидирующие позиции Среди своего возраста спортсменок Но, конечно же, конкуренция растет И вот такие вот юркие девочки Как Ульяна Янус Да, как Николя Ремарачин Они, конечно же, очень талантливые девочки Ну, вот просто В такой конкуренции высокой Аня сейчас пока еще не дотягивает до лидирующих позиций Хотя вот три года назад она была прямо там, в эпицентре Ну, бывают такие моменты Возможно, сейчас идет как раз-таки тот самый период Куртатный Когда переходят все-таки девочки из разряда В девушки, скажем так Да, да, да И физически бывает очень сложно И психологически тоже бывает, наверное, непросто Поэтому в будущем наверняка еще раз раскроется по-другому Потому что потенциал тут совершенно точно есть Определенно Умеется показывать Безусловно, да Показывать все телом Вот И поэтому я думаю, что просто такой период нужно перетерпеть В любом случае все через это проходят И все возвращаются потом На свое мастерство Ксения Савинова у нас заключительная в первой подгруппе И еще одна представительница небесной грации Город Катчина Никогда не забуду, как в Пекине на турнире небесной грации она просто покорила всех Покорила вообще абсолютно Все были влюблены в нее, все были влюблены в нее, все ждали ее выступлений, все были шокированы И мы-то про нее знали, но местная публика просто ее так приветствовала, мне кажется, как никого другое Она просто главной звездой там была Ай-яй-яй И здесь тоже, к сожалению Такое ощущение, как будто она даже, по-моему, программу поменяла с декабря Нет, это же была музыкальная композиция Ну и опять-таки, сейчас девочкам очень сложно Буквально недавно, да, выступали по правилам небесной грации Сейчас здесь по правилам фиш Это тоже все очень непросто адаптироваться к этому Вот это я сейчас извиню, Яна, просто как вообще возможно Вот на этом пучке сделать еще вращение обруча Ксения может Насколько надо чувствовать даже вот на голове пучок Из-за этого вот делают такой высокий пучок, чтобы обруч не слетел Хотя тоже вот так вот, очень опасно И опять-таки, вот в самом конце немножко нет серпела Так, ну и что, дорогие друзья, давайте обратим внимание У нас тут после второго предмета И Ульяну Яну, смотрите, с каким отрывом уже Здесь нет результатов пока первого Потока Потом они, соответственно, будут Мы сейчас смотрим, наблюдаем именно вот по второму Елена Булькина пока вторая Ну, конечно, Янус Да, я... Совсем высоко забралась Да, да, да Ну, абсолютно заслужена Она, конечно, на мой взгляд Сейчас просто сильнейшая здесь спортсменка среди юниоров Третья ротация у нас начинается Каролина Тарасова Представляющая Небесную Грацию И Донецкую Народную Республику Конечно же, любимая спортсменка у Каролины Это Алина Кабаева Повезло тебе У всей сборной Небесной Грации, я думаю, конечно же, да И у многих еще здесь других гимнасток тоже Причем не только российских Это правда Алина Маратовна действительно много делает для того, чтобы гимнастика развивалась Не только в России, причем во всем мире Да, к сожалению, в этом году она не смогла приехать на турнир к Жене А в прошлом году большая честь была видеть здесь Алину на турнире Она и награждала И давала свой персональный спецприз Конечно же, рада были видеть все в Омске Для Жени это было очень-очень важно Ну и для выступающих гимнасток тоже, я думаю, это большая мотивация Все-таки легендарная гимнастка Ну и сейчас созданы условия, которые в Международной Академии Небесной Грации В Сириусе, которая находится Там, конечно, потрясающие гимнастки живут и тренируются И учатся Просто развиваются Во всех отношениях Во всех отношениях, да И повышают свое мастерство На небольшую паузу сейчас прервемся И совсем скоро узнаем результат Каролины Приложается Надия Акабия, казахстан Please welcome, Надия Акабия, казахстан Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Надия Акабия, казахстан Здесь уже фиолетовый комбинезон. Вот здесь как раз то, о чём ты говорила, Яна. Больше танцевальное упражнение. Ну и насколько хорошо смотрится она в этом упражнении. Ну как будто бы в динамике вообще, в принципе, меньше ошибок, что ли, заметно, как мне кажется. Понятное дело, что это исключительно взгляд субъективный, дилетантский абсолютно. Судит и видит всё и так, и так. Ну вот чисто по ощущениям. На площадке у нас, да, как хорошо начали. Это Регина Галимова, набережная Челуны, Россия. Тренирует её Динара Сафина. Вот так вот. Но только не та наша, да, известная теннисистка, а полная тёзка, да, можно так сказать. Динара Сафина. Гимнастка яркая, улыбчивая. Да, и как она, конечно, выходит на ковёр, это вообще отдельное внимание требует. Динара, ой, Регина, простите, очень разносторонняя спортсменка. Увлекается ещё конным спортом, любит кататься на лошадях. Как сейчас спортсменки всё успевают? Ещё и кататься на лошадях, ещё и учиться. Вообще это такое очень интересное занятие. Я как-то однажды катался на лошадях в нашей прекрасной республике Алтай. Фантастическое просто занятие. Это мне очень понравилось. То есть я прям даже захотел взять пару уроков. Я очень боюсь. Кого-нибудь из конного спорта, может быть, по высадке или выездке, как правильно она называется. Ну, это действительно такое, сложно очень описать это чувство, когда вроде бы вот под тобой там кони или лошади, которые ты действительно можешь управлять. Это не машина, это не какой-то транспорт. Это правда. Живое существо. Мне вот поэтому очень некомфортно, когда я нахожусь на лошади. Потому что я понимаю, что я, ну, это живое существо, я не могу управлять этим. Но вот в тот момент ты как-то с ним синхронизируешься, и все, и оно получается полностью под твоим управлением. Не знаю, это как-нибудь обязательно попробуй я. Ну, я уже пробовала, мне не понравилось. Представительница Сербии Аглая Трипутен. Трипутен, я думаю, так правильнее, да. Кстати, тоже вот читая анкеты на вопрос, как ты пошла на гимнастику, зачастую гимнастки пишут, перевели в родителей, или мама захотела, папа захотел. Я думаю, что это классическая, да, история, не только в художественной гимнастике, а вообще у всех спортсменов. Да везде, я думаю, что здесь потери, к сожалению. Да, я думаю, что все равно в таком раннем возрасте очень сложно ребенку самому определить, что тут какое-то направление. В основном это родители. Да, как-то совсем не задалось упражнение с мячом у Аглая. Но все равно она улыбается, довольна, радостная. Ну что, будем встречать сейчас лидера второго потока, пока Ульяну Янус. Упражнение с булавами. Какой купальник красивый, и булавы, все прям сходится воедино. Ча-ча-ча. Да. Кстати, когда у Веры Ефремовна спросили, почему вы взяли такую музыку, она сказала, ну а что она вот может? Пусть танцует. Логично. Это она хорошо умеет делать. Ну и мы прекрасно это видим с вами. Ой-ой-ой, сколько поворотов сделала Ульяна, ничего себе. Сделала и чисто сделала, что немаловажно. А вы видели сейчас, какой был четкий полет булав. Синхронно две булава летели. Очень сложный бросок. Не каждая синерка с таким справится, а Ульяна делает и такие вещи. Ох, переживает, как Вера Ефремовна. Очень переживает. Что сейчас она чувствует, просто невозможно передать. Ну все хорошо пока идет. Ульяна, я думаю, мне кажется, особо пока не за что-то переживать. Ох, не сглазит. Ну надеюсь, да, конечно, ни в коем случае. Все мы спортсмены суеверны. Жень, молодец. Это очень сложный бросок. Ну блестяще. Просто нет слов. Блестяще выступает. Ну просто я реально считаю, что судим даже и не за что, даже сбавлять оценку. Нету что снимать. Ну просто прекрасно исполнила. Может, ну какие-то по мелочам, но очень чисто. Все дотянуто, вытянуто. Аплитудные прыжки. Великолепная гимнастка. Будем надеяться, что и судьи тоже так посчитают все-таки. Ну я не сомневаюсь даже. Ну а вот к слову о суеверии, я бы, наверное, сказал все-таки, что, конечно, многие могут быть виноваты и слова, и какие-то приметы, и какие-то действия. Но всегда почему-то считал, что надо готовиться лучше, если что-то... Ты абсолютно прав. Не так получается. Конечно, сваливать вину на кого-то другого, это неправильно. Когда ты хорошо готов, никакие суверия не работают. Да, абсолютно точно. Все, ты выходишь и все делаешь. Милена Букина у нас сейчас на площадке. Еще одна представительница России. И пока она очень хорошо идет. Красивые упражнения у нее. Очень ей подходит. Хореограф-постановщик всех программ Милены Лариса Лебедева. Ай-яй-яй, как обидно. Вот прямо странно даже иногда получается. В конце программы так хорошо всю программу ведут. И вот раз, какой-то непонятный сбой. Ну, очень сложный был бросок. К сожалению, не получилось. Хорошо шла Милена. И вначале, хочу отметить, сделала прекрасный поворот в боковое равновесие. Пока я его у юниорок не видела вообще, чтобы кто-то его исполнял. А Милена его сделала очень чисто. Арина Ковшова. Еще одна представительница. Сербии, да. Ой, прошу прощения. Новосибирска. Новосибирск, да. Женя Канаева тренирует ее. Всегда у Арины очень необычный выбор музыкального сопровождения. Женя также вот вместе с Екатериной Дементьевой и Ольгой Государевой, это хореографы, постановщики программ, хотят выбрать для Арины необычное музыкальное сопровождение, чтобы отличаться от остальных гимнасток. Идеальный поворот исполнила Арина. Сложный. Хорошие прыжки, амплитудные. Держать. Взяла все-таки. Ну так, смело очень, неэкономно абсолютно бросила обручь наверх. Здесь высота тоже оценивается, я так понимаю. Ну, конечно же. Дополнительно. Конечно. То есть, бросок должен быть не ниже, чем два роста гимнастки. Но здесь девочки, я могу сказать, бросают гораздо выше. Гораздо выше. Гораздо выше. Два роста это, по сути, там метра три максимум. Ну, чуть-чуть побольше. Да. А здесь, мне кажется, они метров на восемь подбрасывают. Совершенно спокойно. Это еще очень интересно тоже. Вот посмотрите, да, вот этот вот поворот очень сложный. Сделал поворот, обручь, вошел в ногу и вышел. И вот, конечно же, очень оригинальный риск был. Ну и вот, да, как раз представительница Сербии. Следующая должна была быть после Арины. Масан Никулич. Опять-таки, если мы посмотрим в анкету, мы задавали вопрос с гимнастком. Если бы не гимнастика, то что? В основном все отвечали балет, либо ничего, кроме гимнастики. А у Маса написано «балет». И странно, что рядом с балетом стоит тэквондо. Во как. Во как бывает, да. И даже интересно спросить, как так получается. Пытаюсь сейчас синхронизировать два вида спорта в одном что-то общего между ними. Балет – это тэквондо. Ну вот, кстати говоря, удар с вертушки на бой в голову. Вот очень может быть спокойно. Ну и, конечно же, Маса удивила. Ну, вернее, даже не то, чтобы удивила. Все понятно, кто ее любимый спортсмен. Вот как ты думаешь, кто? Не смотри банкеты. Просто я изучал ее. Ну ты знаешь, что ты не знаешь. Новок Джокович, да. Новок Джокович. Она им вдохновляется. Да. Легенда тенниса. Ну и Лава Крамаренко тоже. Ну, если брать уж гимнастику художественную. Ну, Лава вдохновляет не только ее ноги. Конечно, гимнасты молодые. Да, конечно, очень жаль, что Лава выступает на нашем турнире. Была у нее травма. И на разминке почувствовала она недомогание, да. Усугубила, скажем так, травму. Решили поберечься. Все-таки не выступать, чтобы получше подготовиться к играм Бритц. Установится сейчас, я думаю, да. Там уже увидим, как раз 20 июня будут стартовать соревнования по художественной гимнастике. Ну и пользуясь случаем, кстати говоря, дорогие друзья, приглашаю вас на спортивную гимнастику. С 13 по 15 июня будем работать из Казани вместе. Вместе с кем? Не со мной, к сожалению. Мы с кем-нибудь будем вместе работать. Ну а я приглашаю всех зрителей на художественную гимнастику в Казани. Конечно, Яна там у нас является послом игр вообще. Поэтому будет принимать участие во всех активностях в Казани, которые будут проходить. Меня в частности пригласили именно на турнир. На гимнастике, а вообще всех игр ты являешься послом, правильно? Да, правильно. Но меня пригласили именно на соревнования по художественной гимнастике. Провести там награждения, встречи с юными гимнастками, автограф-сессии. Приходите, пофотографируемся, пообщаемся. Друзья, центр гимнастики улицы Сертлановой, дом 6, пожалуйста, в Казани ждем всех на соревнованиях гимнастических, как и спортивных, так и художественных. Поэтому Игры Брикс, в общем-то, один из крупных, скажем так, первых международных фумировок. Да, за последние два года это такой, да, первый международный крупный фумировок. Событие очень, событие очень грандиозное. И турнир Евгения Кав является таким последним отбором на Игры Брикс, причем, ну, и в сборной России, и Беларуси. После этого старта будет сформирован состав участниц. Да, но и здесь участницы, вот, Небесные градцы тоже, я так понимаю, отбираются все-таки. У них был этап отбора в Минске на Кубке Небесные градцы, там Каролина Тарасова уже отобралась. Но, чтобы быть более точным, то сборная Небесные градцы – это международная команда, это не только гимнасты из России. Поэтому все члены ассоциации из разных стран, которые являются партнерами Ассоциации Небесные градцы, имеют право попасть в состав команды на Игры Брикс, как в Нью-Йорке, так и в Синьорке. Это, конечно, уникальный случай. И мы, кстати, сегодня еще увидим несколько гимнасток, которые отобрались на Игры Брикс от Ассоциации клубов Небесные градцы. Мы их сегодня совсем скоро увидим. Ну, и Синьорка – это совершенно точно Маша Борисова. Мы будем ждать ее выступление, да, здесь Каролина Тарасова. И еще, возможно, кто-то попадет тоже. Да, по ходу дела обязательно будем вам рассказывать о них. Шамс Муафаги на ковре в упражнении с Булауми представительница Азербайджана. Светлана Алифира – ее нынешний тренер. Шамс мечтает выступать на больших соревнованиях. И я думаю, вот сегодня ее мечта сбылась, потому что Евгения Кап – это самое, что ни на есть, большое, крупное международное соревнование. Да, вот здесь их Сабина Гаджиева. Ну, и яркая девочка тоже, посмотрите, какая молодец. Все-таки не забывает про эмоции, что очень важно. Род у нас города Баку, столица Азербайджана. Потрясающе красивый город. И моя родина в том числе, но, скажем так, этническая. Лада Яковлева на площадке у нас. Небесная Грация, Москва. Лада Яковлева на площадке у нас. Лада Яковлева на площадке у нас. Чувственное выступление тоже, конечно, Лада показывает под композицию «Моя Россия». Автор «Жаман». Завязался, мне кажется, в конце. Да. Ах, к сожалению. Ну, хорошо в конце. Уже элемент был закончен, я так понимаю. Да. Практически упражнение было закончено. Осталось сделать одно мастерство. И, к сожалению, это мастерство было выполнено завязанным условием. Ну, идёт сбавка. И будет защитен, наверное, да? Тоже. Сбавка будет. И я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поёт душа, там, где легко. Анна Вакуленко. У нас сейчас, да, подряд выступают представительницы ассоциации клубов «Небесная Грация». Три в конце у нас идут как раз Яковлева, Вакуленко, Савинова. И первый начинает Тарасова. Вот так вот жеребьёвка распорядилась. Девочки все подряд выступают. И это сложно для тренеров. Потому что, получается, что не могут... Четыре подряд получается. Четыре подряд они не могут всё сказать следующим гимнасткам, выходящим на ковёр. Возможно, как-то их настроить. Это тоже, скажем так, да? Ну... Сложно. Сложно. В любом случае, конечно. Да, это сложно. Здесь ещё, несмотря на то, что, понятное дело, что в Академии все гимнастки и тренеры работают вместе, Аню выводит не её личный тренер, Ирина Дюба. Да, Ирина Дюба у нас сейчас, да. Вводящая, да, из-за Черновы, Евгения Елисеева. Ирина Дюба не приехала. Ещё раз напомню, что с Ирой Дюбой мы вместе выступали на Олимпийских играх в Атлайнсе, где она взяла бронзовую медаль в групповых упражнениях, чемпионка мира, Европы, Ирина. Мне очень нравится её взгляд. Мне тоже нравится. Он прямо какой-то очень думающий, очень такой трудолюбивый, ответственный. Очень взрослый такой, красивая девочка очень. Несмотря на возраст, очень мудрый, мне кажется, даже. Чувствуется, что хочется ей выступать лучше, чем она, видимо, делает сегодня. Но, тем не менее. И она может это делать. Я уверена, что всё у неё будет. А вот Ксюша Савинова по-другому совсем выходит уже. И ей интересно, я бы так сказал. И всё, что происходит, ей вообще, в принципе, очень интересно. Она просто получает... Ай-яй-яй. Хорошо не ухотился. Ксюша Савинова представляет Академию Небесной Грации, город Катчино. Ну, вот и её как раз-таки личный тренер Евгения Лисеева, которая здесь. Уже вторая Салма, ты заметил? Да, только уже под Филиппу Киркорова. Да, 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 да. Не получился. Вообще, сейчас очень сложно вспомнить оригинал этой песни, у кого он всё-таки был. Мне кажется, по-моему, у турецкого исполнителя. Не буду с тобой спорить, не знаю. Мне кажется, это был Таркан в своё время. Как здорово, хорошо здесь. Получает она прям удовольствие от своего выступления. Всё время, когда тренеры выводят, зачастую они говорят, получи удовольствие от своего выступления. Это очень важно. Очень важно. Потому что только так, мне кажется, можно раскрыться и попасть в этот поток, в этот ресурс, когда просто ты ловишь какой-то кураж, и всё на одной волне, на одном дыхании, и все упражнения идут. Сколько раз я и на себе это тоже испытывал, когда вот ты готовишься ответственно, грузишь себя как-то психологически, и вот думаешь, что сейчас надо всё делать, надо всё делать, каждый элемент продумываешь в голове. Иногда это тоже помогает. Но вот когда ты начинаешь, там, понятное дело, что программа идёт длительная, есть какие-то сложные моменты, есть более простые моменты. А также и здесь наверняка у девочки есть элементы, на которые они настраиваются особенно, и которые идут, проходят просто так. И вот только сделав один сложный элемент, дальше всё уже идёт, льётся река, как говорится. Попадаешь в этот поток и получаешь настоящее удовольствие от того, что у тебя спутят длительные и так далее. Ульяна Янус, дорогие друзья, у нас промежуточные результаты пока лидирует. 94,8, Марина Ковшова вторая, причём проигрывает достаточно много, впереди. Ну и вот прекрасные девушки выводят ещё и дополнительно через сцену наших замечательных гимнасток Каролина Тарасова заключительный вид упражнения с лентой. Красивый купальник, очень идёт Каролине. Да, Каролине всё идёт. Она такая яркая спортсменка, ей идёт всё. О, да, да. Это была опора? Это была опора, это была очень грубая ошибка. Как же так? Вроде бы так хорошо стояло. Ну вот. Бывает. Самое главное сейчас ей справиться со своими эмоциями, потому что у Каролины есть такое, когда она совершает ошибку, она очень расстраивается, переживает, и дальше может совершить очень много ошибок. Вот, сейчас самое главное собраться ей. Как будто бы тоже лёгкий завал был. Да, так и есть. Держи, держись. Евгения Елисеева тоже переживает за Каролину. Все мы за неё переживаем. О, да, уже конец, в принципе. Всё. Было. Всё, как всё нормально, да. Потому что, ну, она очень эмоциональная спортсменка, и эти эмоции у неё зашкаливают, что в одну сторону, то в другую. Поэтому я считаю, что сейчас она вот прям вот выдержала до конца. Да, конечно, были ошибочки и дальше, но без вот потерь таких вот больших. Конечно, всё равно судьи с ним достаточно. Будем ждать промежуточный результат. Каролина на этом заканчивает свои выступления здесь, в Омске, на Евгения Кап. Дожидаемся окончания, соответственно, программы всех участниц. Спереди ещё 11 гимнасток. Сейчас представительница Казахстана Надя Канадья. Казахстана Надя Канадья. Казахстана Надя Канадья. На Дигабе приглашается Регина Галимова. Россия, please welcome. Регина, Россия, Федерация. Оценка Каролина Гарасова и 26-й, по-моему, Белгород Каролина Гарасова. Тонус 426.25. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»